Доброе утро, уважаемые друзья, дорогие коллеги, я Эдуард Ланчев и Олег Крут. Рады приветствовать вас на нашем утреннем брифинге «Ставки сделаны». Сегодня, по моей информации, у нас пятница, поэтому это конец недели. С чем вас и поздравляю, вчера в Америке был День Благодарения. В Фейсбуке я видел, что некоторые готовили огромных-огромных индюшек. Строить индюшку по 7 килограммам, которые они искали целый день, поменьше. Это потрясающе. Ну ладно, с прошедшим праздником всех американцев. Если кто-то нас сейчас смотрит в этот полночный у них час, всех наших российских коллег с концом недели, почему-то по традиции пятница воспринимается очень-очень весело. Я смотрю на Олега, он даже ни разу не улыбнулся. Но ничего, сейчас пойдет анекдот про российский рынок. Вы приготовьтесь. Перед этим переключусь на фьючерс на S&P 500. Значит, про российский рынок. Анекдот. Почему, откуда такой анекдот взялся? Оттуда, что когда я смотрю на наш российский рынок, что-то о нем думаю, он такой напоминает то, что я сейчас расскажу о анекдоте. Сидит на лодочке беременная женщина молодая. Она сидит, подходит незнакомая девочка и спрашивает. Тетенька, а что у вас в таком большом животном? Женщина так посмотрела. Ребенок. Скажите, а вы его любите? Она такая, да, люблю. А зачем вы его тогда съели? Вот это про российский рынок. То есть, вроде мы чего-то ждем от российского рынка. То есть, они будут говорить, кто чего-то ждет. Но зачем они его съели? Я не понимаю. Напоминаю, что сегодня дежурный акушер по российскому рынку Олег Крот. Буквально через 5 минут, наверное, он расскажет, чем у нас разводится российский рынок. А мы сейчас приступаем к фичшному S&P 500. Ну, вы видите, сами понимаете, да, то есть фичшный S&P 500, это там шла нерегулярная сессия, только сегодня возобновятся торговли. Я просто всего лишь не остается повторить то же самое, что я вчера сказал на нашем брифинге, кстати, прошел удачно вроде бы эксперимент. Мы разделили, но пока еще не окончили эксперимент, но разделили. Значит, уровень 1400, это вот верхняя планочка. Значит, мне кажется, что попытались мы у нее стугнуться, даже его слегка пробить, и потом вполне возможно, что пойдем вниз. Вот. В любом случае, мне кажется, что раньше, чем 1370, то есть сейчас покупать уже поздно, если кто-то рассчитывает на рост. Вот. Но и падение еще, как говорится, тоже не закончилось. Давайте подождем ситуации. Самое лучшее наше действие на рынке, когда мы что-то плохо понимаем, что происходит, это подождать. Подождать до ситуации. Никуда мы не опоздаем с вами, всегда мы успеем очень на свою прибыль заработать. А вот если будем спешить, да, не спеши, там как-то поспешишь, людей насмешишь. Вот, вспомнил. Дальше у нас фьючерс на евро. Фьючерс на евро. Я вам говорил, что, в общем-то, то, что мы будем пробивать уровень 1.29, если мы его будем пробивать и дальше сделаем финтушами, развернемся и пойдем вверх. Ну, то есть, уйдем сначала в пилу, а потом уже из нее. То есть, сейчас будет так. Вот 1.29 пробиваем, потом идем вниз и потом вот снова вверх. Вот где-то здесь надо будет покупать. Может вышлить, может не вышлить, но мы будем очень внимательно за этим следить. То есть, это движение не нравится. На самом деле, в принципе, СНП и евро, в общем-то, пойдут в одну сторону. И сейчас они тоже идут в одну сторону. И, конечно, вот эти важные уровни по СНП 1400, по евро 1.29. Очень важно, как они отработаются, как мы от них будем либо отваливаться вниз, либо снова расти, чтобы принимать решения. Напоминаю, что долгосрочно, я, как говорил, не отказываюсь от этой идеи, что евро мы увидим 1.35. И весь вопрос, когда нам в это движение войти, чтобы не потерять много на стопах, если такие будут. То есть, минимальными рисками. Ну, вот и сейчас от колебаний вы видите, что у нас происходит. То есть, ждем момента. Похоже, 1.29 мы уже вверх пробили. Ждем возврата. И от этого возврата будем уже играть вверх. Если, конечно, мы просто не обрушатся без всяких латкатов. То есть, такой сценарий тоже возможен. Но я верю в Европу, я верю в Грецию. Я не верю в Грекцию, но я верю в Грецию. Так что, это все будет замечательно. А что у нас еще? У нас нефть. Значит, ну, с нефтью такая же красивая картинка должна быть. Вот, я догадал. Картинка красивая. Значит, 288 чуть не дожди. Сейчас колебимся 8722. Нефть отличается следующим. Вот, я говорил вчера, если бы не конфликт в секторе газа, то есть, в Лижний Восток, то, в принципе, я считаю, что нефть стремилась 3 минуты вообще пробить 84. Вот, и чуть, вот, все рынки сейчас пойдут вниз, а на Ближний Востоке наступит какое-то эвакуулирование. Нефть будет пробивать 84, скорее всего, выйдет на 80. В бешеный рост нефти я не верю, потому что сверху нас ждет вот этот вот уровень, вот эта вот пила достаточно серьезная. Да, сюда можно зайти как-то срочно, но здесь, в общем-то, остаться, вряд ли мы это что-то пробьем. Трудно говорить о каких-то еще серьезных основаниях. Ну, если вдруг, не дай бог, да, не дай бог, потому что война всегда плохо, разразит какая-то война, там, да, пойдут еще что-то. Вот, угрозы по оставкам нефти, тогда, понятно, она колом у нас все пробьет, выйдет на стол. Ну, давайте не ставить на то, что, во-первых, никому не хочется, да, всем нормальным людям не хочется войны. Вот, и, во-вторых, маловероятно, да, то есть мы ставим на реальный развитие событий, а реальные события, что, если вот этот конфликт как-то более-менее продолжится, увязываем ему в этой зоне 89.50-93, вот так вот. А если же конфликт утихомирится, то и при том, что СНФИ и Евро начнут слегка хотя бы припадать, то нефть даже может, не дожидаясь их овала, просто стартануть туда вниз и достичь вот тех целей, то есть зайти в зону 80.84. Ладно, посмотрим, посмотрим, что будет, да, в любом случае, вот прямо сейчас ни шорт, ни лонг открывать не хочется, находимся мы достаточно долго в пиле. А золото? Золото, на самом деле, нравится. Нравится в последнее время, у нас лонг, да, лонг 1660, постоянно, каждый день на рифинге, это я говорю, в общем-то все это уже вызвалили. Я думаю, даже я запомнил эту цифру, вот, не надо по бумажке смотреть. Кстати, секундомер поставил, а все эти, как его, забыл записывать, но бог с ним. Значит, мне кажется, что будем мы, Олег, тебя я буду по секундам записывать, ты не беспокойся. Вот, слишком быстро я сегодня просто говорю, я не успеваю, не успеваю сразу делить мозг пополам, то есть одной рукой писать, а другой, значит, за мышку дергать на графике показать. Вот, 1740, я думаю, будем пробивать и дальше мы пойдем все же на 1800. Вот такая мысль есть, с Олегом мы ждем 1800, ну а дальше 2000 и выше, 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 выше. Вообще, долгосрочный тренд по золоту мы видим и держим его. На этом, в принципе, я закончил, давайте быстренько посмотрим, спросили ли что-нибудь у меня. Вот, у меня сегодня ничего не спросили, вот, ничего не спросили, потому что, наверное, знают позицию, то есть я не люблю открывать позиции перед выходными. Вот, и на этой прекрасной ноте, и вспоминайте об анекдоте про российский рынок, который я в самом начале рассказал, рассказал я и передаю, как говорится, дежурному по рынку, личному дежурному по российскому рынку, Олегу Крадову. Олег, you are welcome. Доброе утро. Ну, если уж американский рынок никуда не движется, то куда будет двигаться наши российские, тяжело представить. Потому что последние полтора года они поменялись местами. Изначально американский рынок был более-менее волатильный, теперь все наоборот. Давайте перейдем на графики и посмотрим, пытается ли наш российский рынок вытянуться в прямую линию, или он еще подает признаки жизни. Вот к графикам МВБ. В принципе, здесь история старая. Историю мы это несколько дней уже обсуждали. Она заключается в том, что индекс МВБ попробует подойти вот в эту зону. 1410-1420. И если здесь будут формироваться разворотные модели вниз, то надо открывать шарты. То есть эта история, она в силе, по-прежнему в силе то, что серьезного движения именно вот сегодня маловероятно, что будет. Потому что делать какие-то серьезные покупки перед выходными, после того, как в течение недели рынок карабкался наверх, хоть и не сильно, но все-таки карабкался, мало кто будет. Поэтому единственный вариант здесь, за счет чего мы можем как-то еще наверх немножко дернуться, это за счет выноса каких-то там краткосрочных шартов. То есть вот такой вариант еще в одном. Так, ну в целом история старая. То есть смотрим, будет ли сегодня здесь какое-то формирование разворотных моделей вниз, либо в понедельник. Что касается акции, тоже здесь ничего серьезного не изменилось. Газпром на том же уровне. Сбер чуть получше себя чувствует. Но вот как я и говорил, в этой зоне можно рассматривать вариант для краткосрочного шарта на небольшую часть портфеля. Там максимум 20-30% со стопом выше вот этой зоны. Если будем закрывать все часы выше этой зоны, там надо смотреть варианты для выхода. Ну и соответственно цель это тестирование предыдущих минимумов. На чем это может быть движение? Ну движение может быть на том, что по фискальному обрыву ни о чем не договорятся. Вероятность довольно-таки серьезная этого события. Плюс размещение трежериса на следующей неделе. В то же время какого-то серьезного снижения Армагеддона я сейчас рынков не жду. Думаю, что это будет такой финальный импульс вниз. После этого уже может произойти неплохой разворот наверх. То есть вот такая тема. Каких-то серьезных движений вниз пока не ожидаем. То есть это такой ближе к краткосрочному трейд. Поэтому начать с небольшой позиции и без особого, скажем так, без особых крупных позиций. Нурникель. Нурникель. Вчера мы говорили о том, что здесь началось формирование разворотных моделей. На этом уровне сейчас оно продолжается. Тоже, скорее всего, если разворот будет происходить, то это будет уже в понедельник. Поэтому спокойно ждем, смотрим, как здесь все развивается. Если разворот подтвердится, подтверждение разворота, это хотя бы выйти ниже 4.670, закрыться. Но желательно, чтобы это было все-таки не сегодня. Такой малоактивный день, так как в Америке короткая сессия, а в понедельник. Вот тогда какие-то варианты для шартул здесь тоже появятся. По Лукоилу, кроме того, что снижается волатильность, о чем мы вчера говорили, больше здесь добавить нечего. Роснефть вовремя закрыли позиции. С последней позиции в этой зоне закрывали. Говорил я о том, что наступит формирование коридора. Это будет верхняя граница в этой зоне нижняя. Сейчас идем к нижней границе. Поэтому просто без позиции смотрим, как здесь будет все развиваться. Документы по Роснефти были медведем подписаны. По продаже BP 4,5% Роснефти. И это определенный фактор сыграло свою роль в этой фиксации. По УТБ, кроме того, что я здесь застынем пока в боковике, сказать ничего не могу. Фьючерс. По фьючерсу немножко, скажем так, недооценил я движение рубля. То есть такого серьезного пролива я там не ждал. Вот именно укрепление рубля. Вот именно за счет этого фьючерсу удалось практически доползти до уровня 143. Если мы видим, что индекс МВБ вышел в ту зону, откорректировалось просто это падение, то фьючерс РТС здесь именно за счет рубля шел значительно выше. Поэтому, чтобы какие-то серьезные поддействия здесь открывать, что касается ров. Сейчас на дневках покажу график. Так, дневки. Вот эта зона проторговки. Здесь ее, в принципе, видно и в этом масштабе. Вот сейчас эту зону, довольно-таки такую вязкую зону проторговки предыдущей, индекс зашел. Поэтому говорить, что здесь хороший вариант для входа в лагер, это неправильно. Что касается шартов. Рубль продолжает укрепляться. И, возможно, какие-то еще есть выносы именно за счет укрепления рубля. По этой причине с шортами надо быть осторожными. Здесь позиции я небольшую рекомендовал. Сейчас пока увеличиваются, не рекомендую. Потому что вот эти панические настроения по рублю-доллару, они здесь тоже сказываются. Поэтому давайте посмотрим, как здесь будут события развиваться. Если в понедельник возник действительно серьезный паттерн на вход в шорт, тогда об этом уже будем говорить. Мы переходим к рублю. Уровень 3.1.20, 3.1.300, 3.1.200, 3.1.300 по фьючерсу. Вот эта зона, где мы раньше торговались, эта зона пока удержана. То есть рынок вниз не идет. Но факторы, которые действуют на укрепление рубля, они по-прежнему в силе. Поэтому маловероятно, что произойдет какой-то резкий очень разворот наверх. Тоже надо ждать понедельника. Поэтому рекомендации по этому инструменту сейчас нет. По холдингу МРСК вопросик был. Вот график. Причина этого роста в том, что холдинг МРСК получит, скажем так, пакет ФСК и будет переименован. То есть вот эти причины, то, что на базе холдинга МРСК создается сетевая компания такая серьезная, эти причины и двинули рынок вверх. Плюс, помимо этого, в технике здесь картинка красивая. Поэтому, если бы не ожидание серьезного, ну не серьезного, а скажем так, снижения на следующей неделе, то это неплохой объект был бы для краткосрочной торговли вверх. Так, если вот на следующей неделе действительно происходит это снижение, и холдинга МРСК здесь проявляет силу, то есть не уходит ниже уровня 1.85, то есть где-то вот в этой зоне колеблется, то это будет неплохой вариант для такого среднесрочного входа в лонг. Вот такой ответ по холдингу МРСК. Уровни вверх и вниз, так, но это я подсказал. Все, спасибо за внимание. Удачных трейдов, хороших выходных до понедельника. Успехов, хороших выходных. И не забывайте, у нас на следующей неделе, 27 ноября, будет бесплатный семинар на бирже РОВБ, так что обязательно приходите. Семинар будет называться «Секрет прибыльности тайны подсознания». Будем мы ввести я, Эдуард Ланчев, Алена Кузина, Олег тоже придет. Пообщаемся там. Приходите, должно быть очень интересно. Всего доброго, еще раз хороших выходных. Встреча на следующей неделе. Спасибо. 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 Продолжение следует...